Сегодня мы с вами рассмотрим решение систем линейных уравнений методом или способом подстановки. Итак, вот у нас с вами есть система. y равняется x-1, 5x плюс 2y равно 16. Значит, в чем заключается способ подстановки? Первое уравнение мы переписываем. y равняется x-1. Второе уравнение. Обратите внимание, что у нас есть с вами готовая подстановка. y равняется x-1. Поэтому сейчас во второе уравнение вместо y мы с вами подставим эту подстановку. 5x плюс 2. Подстановка пишется в скобках x-1 равно 16. Далее мы с вами для быстроты можем несколько раз написать систему. И на первое место мы везде будем писать y равняется x-1. Далее мы начинаем раскрывать скобки. Итак, 5x прибавить 2 умножить на x, 2x плюс на минус будет минус 2 умножить на 1, 2 равняется 16. Далее с x-1 мы переносим в одну сторону, без x-1 в другую. 5x плюс 2x как стояло, так и стоит. Ставим равно 16 как стояло, так и стоит. А вот 2 перейдет со знаком плюс. Далее мы продолжим решать рядом. Итак, я еще раз выписываю систему два раза. y равняется x минус 1. Переписываю два раза. А теперь я решаю второе уравнение. 5x плюс 2x – это 7x. 16 плюс 2 – это 18. И получаем, что x равен, действие обратное умножению – это деление, дробная черта, в числителе 18, в знаменателе 7. Еще раз система. Первое опять переписываем. y равняется x минус 1. Во втором выделяем целую часть. 18 делить на 7 можно только по 2. 7у2 – это 14. 18 отнять 14 – это 4 седьмых. Далее. Теперь мы с вами должны найти y. Значит, x равняется 2 целых 4 седьмых. Мы переписываем. А теперь подставляем. Итак, y равняется, вместо x мы пишем 2 целых 4 седьмых минус 1. Получаем. Теперь мы x можем записать на первое место. x равняется 2 целых 4 седьмых. И y равен 1 целая 2 тнять 1. Это 1 и 4 седьмых. И обязательно пишем ответ. Ответ. Ответ пишется в круглых скобках. На первом месте ставится x, то есть 2 целых 4 седьмых. На втором – y, то есть 1 целая 4.